МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационный выпуск программы 24 часа в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии митрополита Филарета отпраздновали сегодня в Минском свято-духовом кафедральном соборе. Утром в храме состоялась божественная литургия, по окончании которой был совершен благодарственный молебен. С именем митрополита Филарета связывают возрождение церкви в Беларуси. Благодаря его заслугам и начинаниям религия заняла важное место в жизни нашей страны. Уже почти три года он на заслуженном отдыхе, но построенные с его благословения церкви и храмы напоминание о неоценимом духовном наследии, которое нам подарил этот человек. Митрополит Филарет положил начало зарождению новой духовной школы в республике. Именно с его решения началось возрождение Минской духовной семинарии на территории Жировичского мужского монастыря. Митрополит поддержал и благословил идею перевода Евангелия на белорусский язык. А в храмах до сих пор идут службы на родном языке. Я знаю его высокопреосвященство уже 37 лет. Божиим благословением и большим счастьем было для меня трудиться рядом с ним, неся различные послушания в разные годы моей жизни. Удивительно, незаметно и безболезненно Владыка личным примером прививал самое главное – любовь и милосердие. С 50-летием архиерейской хиротонии митрополита Филарета почетного патриаршего экзарха всей Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко. Всю свою жизнь вы посвятили проповеди православных ценностей, утверждению веры и воспитанию подрастающего поколения в традициях христианской любви, нравственности и милосердия. Вы являетесь одним из самых авторитетных иерархов в православном мире. Ваша самоотверженная деятельность была и остается примером неустанного служения идеалам мира и человеколюбия. В Беларуси высоко ценят результаты ваших трудов по развитию социального служения церкви, сохранению традиций веротерпимости и межконфессионального диалога. Говорится в поздравлении. Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины Виктору Дробушу. Накануне президент посетил творческий вечер композитора, который прошел в культурно-спортивном комплексе Минск-Арена. Госнаграды Виктор Дробыш удостоен за высокий уровень творчества, большой личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей. Композитора связывают с Белоруссией и теплые детские воспоминания. Будучи ребенком, он проводил много времени в деревне Борщовка Лоевского района. Отец Дробыша родом из Гомеля. Сам Виктор неоднократно признавался, что многим обязан белорусской земле. Давно я не был на таких неофициальных концертах. Все государственные, серьезные мероприятия. Но вы понимаете, что в должности такой, какой я служу народу, важно все. Когда прийти, на какой концерт, в творческий вечер Виктора и сопровождающих его, или участвующих в этом вечере, или делающих этот вечер. Артистов – это как раз тот случай, когда нужно быть здесь, с нашими белорусами, любимыми артистами и любимым композитором. Вы никогда, даже будучи далеко от нашей Родины, когда о нас не очень хорошо говорили, вы никогда не стыдились называть себя белорусом. В отличие от отдельных наших творцев. Как я сказал, что я люблю искренность, скажу и опять же, от наших творцев отдельных, ну, творческих личностей, даже лауреатов Нобелевской премии, которые не успели еще получить ее, выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно. Это не оппозиционность. Абсолютно неправильно. Потому что Родину, свою землю, как и своих родителей, свою мать, не выбирают. Она такая, какая она есть. И если ты плохо говоришь о Родине, стыдишься ее, значит, ты, прежде всего, плохой сын. Я специально приехал на этот концерт, чтобы вручить по предложению наших творческих работников, нашего Министерства культуры вам заслуженную награду как истинному белорусу, который гордо несет это знамя белоруса во всем мире, в каждом уголке, где бы вы ни были. И позвольте мне выполнить эту приятную миссию на глазах у наших белорусов и ваших сподвижников. Спасибо вам, дорогие меньшане и вообще жители Белоруссии. Я тронут, я не ожидал. Почему полоцкую княжну Рагнеду часто изображают в византийских одеяниях? И отчего так похожи кольчуги средневековых дружинников, будь то славяне или скандинавы? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке артефактов трех клубов исторической реконструкции в Витебске. Здесь представлены копии средневековых женских костюмов и украшения, а вот мужчинам по вкусу придется коллекция ножей 14-15 веков из Германии, Нидерландов, Англии. Есть и доспехи, в основе которых использованы элементы реальных кольчуги и шлема конца 10 века. Процесс воссоздания достаточно трудоемкий. Он начинается с изучения огромного количества источников и четкого сознания, что, например, хочется воссоздаться, например, какое-то конкретное погребение, захоронение или курган. И уже потом, изучив литературу, читается, какие технологии использовались для этого дела и максимально пытаемся повторить тот процесс технологический. Кстати, это не только экспонаты, но и реквизит для выступления. Клубы реконструкции участвуют в рыцарских турнирах в Беларуси, России, Украине, Польше, Латвии и Германии. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в 16.30.